Хотите разбавить свою ленту в соцсетях по-настоящему летними снимками? Мы подскажем, куда отправиться в окрестностях Тюмени для красивой фотосессии в цветах. Моя коллега Ксения Таносичук встретилась с профессиональным фотографом и теперь знает самые удачные локации для съемок и в курсе всех секретов успешного кадра. Цветы и женщины буквально созданы друг для друга. А значит, время отправляться на фотосессию, ведь городские клумбы утопают в петуниях, бархатцах и шафранах. Для начала выбираем образ. Чем проще, тем лучше. Желательно сразу исключить это различные платья с цветами, с подсолнухами, яркие оттенки, оранжевые, зеленые, желтые. Желательно что-нибудь удобное, естественное, это, можно сказать, повседневная одежда, джинсы, может, какие-нибудь белые кеды, футболки, пиджаки, каких-нибудь более темных, там, темно-синий, например, красный даже, в принципе, будет очень хорошо сочетаться. Никакой, конечно же, классики, то есть это будет нелепо смотреться в каком-нибудь там, в пиджаке, парень, девушка в платье там, в строгом. И никакого яркого макияжа. Эти однолетние в аллее молодоженов сами по себе очень эффектные детали, поэтому перегружать снимок не нужно. Еще одна бесплатная локация. Весь центр города на огромной территории, десятки цветущих клумб и зеленых изгородей. Возле них снимки получатся очень яркими. А это первый шаг к заветным лайкам. Большинство клумб в городе, находящихся в центре, имеют такое горизонтальное положение. С ними не очень удобно фотографироваться, потому что их мало видно, так скажем, но можно симпровизировать, где-то на них облокотиться, сесть, либо увидеть те же живые изгороди. Возле них получатся более такие насыщенные фотографии, а цветы, так скажем, оставить фоном. Если городских локаций вам окажется мало, смело отправляйтесь в студии ландшафтного дизайна. Там целый сад для воплощения любой вашей фантазии. Главное ехать ближе к закату. В мягком свете уходящего солнца снимки получатся особенно красивые. А брызги воды во время вечернего полива придадут фото особый шарм. Совет, наверное, номер один – это забыть про фотографа, быть самим собой, чтобы не думать о том, а как я там получаюсь, а красивая, а может и некрасивая, а может быть у меня что-то торчит. Фотограф в любом случае все подскажет и покажет. Вести себя естественно, чтобы не позировать, не играть все время на фотографа, не демонстрировать цветы. Главное – не скрывайте своих эмоций. Ваша улыбка и цветущий сад всегда беспроигрышное сочетание. И доверьтесь цветам, они все сделают за вас.